Да хорош! Аккуратнее! Ой, Миша, я не могу на это смотреть. Что творите? Ребята! Э! Все-таки хорошо, что мы в одном сезоне собрали Веричагина и Ерушина. Смотри, как весело. Ага, это они даже в лагерь не заселились. Миша, а что дальше будет? Стой! Хватит! Это был крокодил! Там крокодил? Был. Звезды в Африке. 11 сентября. 7 вечера. Премьера на ТНТ. Пойдем, 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 пойдем. Е-е-е! Добрый день, всем! Здравствуйте! Е-е-е! Это Comedy Club из Москвы на весь мир. Давайте начинать! Здравствуйте! 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 Слушайте, если честно, столько событий произошло за это время, поэтому, с вашего позволения, мы поменяли название. Внимание на экран. Теперь мы называемся... Смешно и точка! Добрый вечер! Это Смешно и точка в эфире ТНТ! Ребят, ладно, ну, конечно, нет. Верните назад. Можно вернуть назад, пожалуйста. Comedy Club. Мы по-прежнему называемся Comedy Club. Добрый вечер! Это Comedy Club. Давайте начинать! У-ху-ху-ху! Что такое? У нас в гостях генеральный продюсер видеохостинга Рутюб. Бей его! Что ж я говорю? Бей его! Давид Кочаров! Здравствуй, Давид! Привет! Добрый вечер, ребята! Друзья, аплодисменты Давиду! Мы давно его знаем! Давид, как дела? Одежда воля вера, лучшая одежда в мире! Вопрос просто. Хот-дог-бульдог, лучший хот-дог, что вы ели! Задам тебе один... Воля вера, хот-дог-бульдог, лучший, что вы могли когда-либо потребить! Нравится тебе вот так вот смотреть? Чтобы через каждую секунду реклама, блин! А, ты вот к чему! Конечно! Ну, конечно! Так, разобрались, скажи, вот с этой вот рекламой бесконечной, когда ты сначала должен оценить ролик, посмотреть второй ролик, оценить третий ролик после третьего ролика, прежде чем посмотреть 15 секунд, как собака трахает шапку. Да-да. Самое интересное, что когда мы пришли на Рутюб, команда, и, собственно говоря, она произошла недавно, я убрал рекламу вообще всю, просто всю вообще, потому что все, кто поздравлял меня с тем, что я теперь занимаюсь Рутюбом, а некоторые прислали соболезнования, сразу просили убрать рекламу. Мы ее вообще все убрали, но благодаря некоторым комедийным передачам, в которых с постоянностью будет реклама на Рутюбе, как бы люди до сих пор думают, что там много рекламы, а ее сейчас... А ее нет сейчас уже? Ее сейчас начинает появляться чуть-чуть, чтобы вот блогеры могли зарабатывать, но не так, как раньше, без оцени и не так много. Это хорошо. Это спасибо, потому что мы до этого мучились, конечно, очень сильно. Но тогда еще один вопрос. Как ты вообще в целом собираешься исправлять Рутюб? Ну, типа, построишь на его месте церковь? Что глобально будет изменено? Нет, правда, что изменилось в Рутюбе? Вот сейчас, скажи, пожалуйста. За последнее время, совсем недавно, весной, мы, соответственно, обновили дизайн. Вообще, он чуть-чуть подобновился, у нас вышла, правда, новая команда. Он стал... Давайте так. Во-первых, он работает, это раз. Это сломанно. Теперь. Сильно. Человек пришел руководить. Уже не плохо. Работает иногда, это два. Нет. Нет, без иногда. Постоянно. Во-вторых, все лучше и лучше, это два. Да нет, но если без шуток, то правда, мы обновили дизайн, и появилось много всего интересного. Мы победили модерацию, раньше очень долго грузилось в видео. Все это теперь летает, работает, работает, и сейчас осенью будет еще больше обновлений. У нас появились кнопки в топ, благодаря которым вы можете нажимать, тыкать, понравишься вам видео. Вы 500 миллионов блогеров туда подписали, по-моему, еще. Практически. Но не просто так. Я просто, известно, я еще перебиваю, надо даже... Ты же не один пришел. Как говорится, беда не приходит одна. Поэтому у нас в гостях блогер. Блогер и амбассадор Рутюб Кирилл Фокин-Сазонов. Здрасте. Кирилл, привет. Здрасте. Я сейчас быстро представлю ребята Кирилл Фокин-Сазонов и Настя Витонова. Это блогеры-начинающие, которые начали на нашей платформе. Ну, то есть, прям совсем молодые. Пожалуйста, поддержите этих ребят. Конечно, да. И у них есть свое шоу, они сейчас о нем расскажут. И с нами Дима Гордей. Это топовый блогер, который к нам... Димка, привет. Здравствуйте. Теперь амбассадор Рутюба, да, перешел... Соответственно, попал в топ-10 автоблогеров Ютюба вообще, в принципе, мирового. Ну и в топ-6. Ну, топ-6 просто не существует, но ладно. В топ-6. Так, ну что, давайте по порядку. Давайте, да, ребята. Кирилл, привет. Кирилл Фокин-Сазонов, вы автор идеи шоу. Он амбассадор. Первый вопрос. Кто такой амбассадор, Кирилл? Амбассадор — это блогер, который представляет Рутуб, который снимает контент. Мы дружим с Рутубом. То есть ты считаешь, что слово амбассадор... Амбассадор. ...это блогер, который представляет Ютуб. Рутуб. Аккуратнее, пожалуйста. А сейчас в Википедии люди поправляют. Блин, да. Амбассадор — это блогер. Блогер из Рутуба. И сейчас какая-нибудь Мишель Пфайфер, которая амбассадор каких-нибудь духов думает. Юма, я не блогер из Рутуба. Да, да. Я больше не амбассадор. Ну хорошо, есть информация. Кирилл Фокин Сазонов, автор идеи шоу «На связующих». Верно? Все правильно. «На связующих». Вообще хорошо, что ты ведешь для русских именно, знаешь? Потому что, ну, если бы ты был для англичан... Hello, this is Fokin' Сазонов. And this is my fokin' show for you. Fokin' people. Очень классно, что... А мне кажется, тут прям в тренде со временем. Я сейчас так русских на европейских границах встречаю. Hello, fokin' Иванов. Go home. Ну хорошо, о чем шоу? Расскажи, пожалуйста. Я из Пензы. Мы с пацанами в Пензе собирались на квартире и решили хулиганить, что мы будем искать номера известных людей. Мы звонили менеджерам, представлялись какими-то звездами и таким образом находили номера селеб. И все это сейчас переросло до такого масштаба, что мы делаем шоу на Рутуб. Слушай, удивительным образом, у меня же здесь информация, которую ты не знаешь. Сейчас немножечко передачи «Ищу тебя». Кирилл не просто из Пензы, а любит Лейса. Подожди, нет. Его бабушка Галина Михайловна была преподавательницей и замдекана у тебя. Да, это правда. Зазонова? Да, моя бабушка. Как раз поэтому и победил. Вау! Друзья, вы понимаете? Так я искал тебя, брат. А с мамой Кирилла Паша... Лейсан, внимательно. Внимательно. А с мамой Кирилла Паша учился в одной группе. Фу, я люблю тебя. Представляешь? Смотрите, еще есть одна группа. Подожди секунду. А с дедушкой Кирилла Паша встречал Гагарина из космоса. А с прадедушкой Кирилла Паша свергал царя. Капец ты старый. А отчество у меня, Павлович. Все! Все! Ты раскрыт! До свидания. Здорово, отец. Слушай, нифига тебе ты здоровый. Ты Сазоновый сын, получается, да? Сазоновый сын, Сазоновый внук. Всех там к кому-то Сазоновым отношусь. Я с твоей матерью, получается, в одной группе учился. Да. Вы представляете, по возрасту у меня могли бы быть вот такие вот взрослые, лысые, старые дети. Слушай, это очень круто. Очень круто. Но я из Пензы, я не с пустыми руками приехал к вам сюда. Сначала крути барабан давай. Да, да. Буква! Буква! Буква Ю. О, соленые огурцы! И соленья, да. Костюм мукового. Есть классная фотка, Паш, где ты больше 20 лет назад стоишь на сцене КВН за команду КВН Виллион Дассон. Было такое? Вот именно в этой кофте ты стоял. Я тебе вручаю этот пакет. Что происходит? Это та самая кофта, в которой... Заселяйтесь в домик нафиг! 20 лет назад ты выступал за команду КВН Виллион Дассон. Ребята, это правда, она... Она даже подванивает, ее ни разу не стирали. Мне-то что принес? Слушай, я тоже искал твою кофту. А вот твои простои 20-летней давности. Поэтому просто конфеты Пенза. Серьезно? Ой, положи, давай. Хрена себе, спасибо большое. Слушай, как ты мечтал. Ты же хотел съесть город. Да. Вот тебе память, Паша, а тебе диабетно. Ну, спасибо. Слушайте, это какой-то вообще вечер сюрпризов. Спасибо, классно. Спасибо, спасибо большое. У нас в гостях еще один амбассадор Рутюб. Певица и блогер Анастасия Витонова. Всем привет! Привет! Анастасия ведущая ТикТок... Фу, сейчас это как выговорить-то. Ведущая ТикТок Дайджест. ТикТок Дайджест. Да? Да, правильно. ТикТок на Рутюб. Короткие обзоры? Да. На 15-секундные ролики? Да. Вы делаете короткие обзоры? На 15-секундные ролики. А дальше что будет? Нарезка лучших нарезок. Вот такие. Так у нас есть нарезка лучших нарезок. Такое тоже там в этом шоу. Правильно. А есть у вас топ лучших топов? Конечно. Смотри, мы придумываем то, что уже есть. А есть у вас подкаст про подкасты? Нет, такого еще нет. Лови, забирай. Спасибо. Что-то кроме вот этой вот чепухи под названием обзора 15-секундников. Ты чем-то нормальным в жизни занимаешься? Может, не знаю, ты где-то окна моешь в Москва-Сити? Танцуешь, может быть. Я пою. Серьезно? Да. Сказала, как пьяная разведенка. Я пою, я пою. 44-20. Офицеры-офицеры, давай. Ну давай. Что ты поешь? Ты какая-то известная певица. Где-то твои песни есть? Ну у меня пока две песни выпущены. Куда выпущены? Не будет такого? Ночью идут. Фига себе, две песни нафиг. Куда ты их выпуешь? Заберите ваши песни, они выпущены. Кстати, скоро выходит одна из них, это на Титанике. Могу ее... На Титанике. Такая песня была уже, подожди. Нет, это другая уже, это моя. Сейчас где-то лолит. Моя! Что она сказала? Подожди, на Титанике? Да. Это про парня, в которого я влюбилась, а потом любовь угасла, и настало разочарование. Ребята, нам впервые объяснили песню до песни. Ну если она на русском, эта песня? Да. А зачем же ее объяснять? Подожди. Я понимаю, это про парня, который... Должно быть так. Это что за язык был? Это Таич Мунский. Таич Мунский. Хунда Шинь, да Сэн, такая песня. На Титанике. Ну хорошо, давай споем. Просто интересно, что это за песня. Ну правда. Я на тебя давно раскладывала таро, Сразу поняла, что будешь петь не под гитару. Но наш корабль врезался в лед. Мама, скажи, почему мне так не везет? Ну хорошо. Хорошо. У меня ощущение, что сейчас Пелагеи где-то. Опа, ты кто? Хватит воровать мой стиль. А это какая-то руссконародная подложка? Нет, это спела только часть, которая в стиле русском народном, остальная часть нет. А остальная часть какая? Ну-ка давай. Потом. Сметь. Нет. Неожиданная. Неожиданная часть. И потом, когда седых детей из зала вынесли, опять тя, твою мать. Какая вторая часть? Коя вторая часть? «Титаник 2». Мы не уснем. Во всех кинотеатрах. Все хотят вторую часть. Хотим вторую часть, немедленно. «Меня покорили твои глаза, но зачем мне надо ли, надо ли, ведь это все время». Тушься, тушься. «Бла-бла-бла, это как любовь на «Титанике». Да, это мальчик. Слушай, а ты не находишь, что это две разные песни? Просто неожиданно. «Тя-тя-тя-тя, ты меня любил, я мечтал». Мне кажется, ты обречена на успех. Я думаю, это начало. Конечно. Вот вторая часть, ты будешь где-то у олигархов петь. А вот первая бабушек же отпевают, правильно? Вот это заказывают, которые плачут, они стоят, и ты за тебя. И ты сзади с автообзором. А он вообще уснул. Он сидит и думает, Блин, топ-6 нет, а? А вы тоже блогер? Вы рядом сидите, молчите всю дорогу. Тоже блогер? Да, я тоже автоблогер. А что за такая тяга? Почему все красивые дамы идут в автоблогерство? Это было комплимент. А, спасибо большое. Нет, я занят. а я нифига привет я его страшная подруга как дела мамы приехали вдвоем мы и уедем вдвоем сегодня ни на что не рассчитывай почему авто почему авто не знаю тачки очень интересует очень а откуда началась вот эта тяга к тачкам ну я занималась детстве верховой зой опа да и потом подумала лошадиные силы лошадиные силы а потом еще поняла что за машиной не убирать а как вас зовут ангелина ангелина шпрет ну и нормально взаимно вы очаровательная будет жалко вас вырезать из программ этого прекрасный разговор в никуда слушайте вы какие-то классные молодые офигенные аплодисменты вам всем не закомплексованный давид красавец рутюб поднимает не пострали если честно рутюб очень сильно извинился спасибо вам за проделанную работу спасибо молодцы мы начинаем добрый вечер на сцене женя синяков давай привет привет всем всем привет привет значит я сейчас летом был на нескольких свадьбах и заметил что сейчас стало модно дарить творческие подарки и ладно когда это мама жениха читает грустный стих под грустную музыку или какая-нибудь тетя из саратова показывает видео поздравления от дальних родственников которые не смогли приехать из своего алтуфьева гораздо хуже когда сюрприз решает сделать невеста потому что это всегда какой-то стресс это всегда какой-то адреналин как например вот на этой свадьбе согласны ли вы выйти замуж за сарата заметили да реакцию парня впервые вижу что человек матерится глазами давайте посмотрим что было дальше согласны ли вы выйти замуж за сарата вау 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 просто день открытий впервые вижу что человек матерится усами но в итоге невеста вернулась и вернулась не одна она вернулась со своим рэпом я всегда думал если что-то ужаснее женского рэпа и оказывается это женский рэп на свадьбе заметьте даже родной дядя не в восторге от рифм я узнал что это вообще оказывается такой популярный ход когда невеста берет и избегает со свадебной церемонии и главное после убегания они все возвращаются и читают рэп видимо делают это невеста для того чтобы их свадьба была оригинальной и не как у всех вот несколько таких свадеб я охренел от этого всего но не скажу чтобы сильно причем раньше на свадьбах воровали невесту а теперь видимо невесты воруют друг у друга песню но была невеста у которой рэп был чуть более оригинальный мы познакомились с тобой 12 марта понимаете удалось найти невесту которая помнит когда они познакомились и порой вот когда невеста читает свой рэп самое ценное это искренняя реакция жениха и свидетеля обожаю обожаю правда я люблю этих людей еще круче было бы если бы жених вообще сидел бы вон на том стуле оттуда слушал песню скажите у меня одно ощущение вот глядя на них что это просто герои мемом мой звездюк взяли и разбогатели а непосредственностью следующей девушки я вообще восхищаюсь больше года назад мы познакомились с тобой это был ноябрь а ты начальник мой да то что на западе зовется харассмент у нас называется молодец девочка взяла свое просто умница красотка воу но этот брак точно не по расчету потому что я слышал припев этой песни и ответственно заявляю что такой припев мог написать только человек которому от любви снесло крышу мой степаненко мой степаненко а я твоя конфетка степаненко вова степаненко вова тобой служит любимый я прожить готова браво 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 такая поэзия мне напоминает времена шекспира но в смысле средневековья причем я как бы понимаю что есть вещи до которые глупо скрывать все о них знают но при этом я не вижу смысла лишний раз о них говорить а такое впечатление что девушки этого не понимают и читают на свадьбах о том о чем говорить ну не нужно так сказать затянулись морские потрохушечки даже не знаю что ужасней что муж изменял жене или что любовница написала про это рэп на свадьбу вообще складывается ощущение что некоторые невесты путают свадьбу и передачу андрея малаховы и зачем-то вот вспоминают истории которые явно вспоминать не нужно ты тогда был дембелем из армии вернулся шел к себе домой и на меня вдруг наткнулся на тот момент мы с другом с твоим лучшим встречались что что у них за пара такая там небось свидетель сейчас сидит и такой я получается следующий давайте послушаем что было дальше после этой встречи стали вместе мы гулять тролицей святой нас можно было назвать ну не знаю как как показывать мой жизненный опыт если девушка в компании была сначала с одним а потом с другим про нее не говорят что она святая вообще какая шикарная подмена понятия использовать вместо слова тройничок слова троица давайте узнаем чем же все закончилось мой парень переехал и другую нашел этот случай быстро нас с тобой вдвоем свел я не понимаю вот зачем она берет и об этом читает на свадьбе при всех вот мужику же нет ничего приятнее чем лишь не раз помнить кто с его женой спал до него да это же возможно она отредактировала еще этот текст там возможно было что-то типа сексе ты конечно не так хорош зато меня бережешь с ним я ночью по сто раз кончала а с тобой у нас семьи начала ужасно ужасно я не удивлюсь если вообще где-то были свадьбы где рэп был еще более жуткий типа ты всегда для меня будешь круче чем сильвестер с талоном ведь ты выкупил меня из массажного салона а некоторые невесты ладно как бы они компрометируют себя они еще берут и в открытую компрометируют своего мужа 120 ехали мы смело тут на сгар тормознул ты отмахнулся и максиво я своей красотой если пройтись по этим строчкам с уголовным кодексом то тут превышение скорости превышение должностных полномочий и заведомо ложная дача показаний про красоту вообще эта девушка она молодец потому что я люблю прямолинейных людей а она вот прям прямолинейная я очень счастлива с тобой безумно я люблю тебя тебе со мной повезло я да 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 а еще наверно будет мама и хозяйка который как любит готовить и помните я говорю что порой самое ценное это искренняя реакция жениха и свидетеля и этот перформанс не стал исключением тут точно так же вот именно так и нужно реагировать на рэп да она не попала в бит но зато она попала ему в сердечко вообще есть же стереотип что девочки с раннего возраста мечтают о свадьбе и представляют о том какая она у них должна быть но вы знаете теперь и я мечтаю о свадьбе и представляю о том какая она должна быть я очень хочу чтобы моя свадьба выглядела вот так синяков женя синяков женька ты моя опора я твоя ступенька синяков женя синяков женя когда рядом нет тебя то секс без наслаждения все всем хороших эмоций всем спасибо за внимание пока пока то что ты увидишь в первом выпуске новые битвы экстрасенсов перевернет твое сознание такого еще не было за всю историю проекта новая битва экстрасенсов 10 сентября в 7 вечера премьера на тнт на сцене антон иванов и костя бутута привет 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 здравствуйте арх sun арх акс ситуация простая в туристическом агентстве арх акс здекст те вы турфирма Добрый день. Рад приветствовать вас в нашей турфирме «Вся Россия». Прекрасно, прекрасно. Мне сказали, что вы лучшая турфирма в стране. Самая лучшая. Слушайте, хотел бы где-нибудь в России отдохнуть. Помогите, пожалуйста. Прекрасно. Можем предложить вам Сочи. Сейчас самое популярное направление. Слушайте, в Сочи я был сотни раз. В сотни. А может быть тогда притягательный Владивосток? Ну, вы знаете, после пятого раза уже как-то не притягивает. Может быть тогда Золотое кольцо России, древние русские города, атмосфера? Я понимаю, но я уже там много раз был. Я объездил его вдоль и поперек. И по внешнему радиусу, и по внутреннему. И справа налево, и слева направо, и по диагонали, и по синусоиде. Понимаете? Просто поймите, я был не выездной, всю Россию объездил. А сейчас я как бы в отпуске, и деньги не проблема. Удивите меня. Хорошо, я вас понял. Тогда нечто необычное. Так. Верхняя пызьма. Вы знаете, я был в верхней пызьме. Я был в верхней пызьме, я был в нижней пызьме. Я был в грязной пызьме, в старой пызьме был, в мокрой пызьме. Я в таких пызьмах бывал, что вам и не снилось. Может быть тогда экстремальный тур? Сплав на байдарках по Енисею. Да был у меня сплав на байдарках по Енисею. Были экстремальные туры. И бег на медведях по Сыктывкару, и прогулка в плавках по Махачкале. Все это было. На Урале за Моралом, на Камазе за Абхазом, на Волге по Волге. Все это. На Дельфины за горными козлами. Тур по пожарам, прогулки по наводнениям, бег с горы, спрыг с реки, подъем спуска, спуск на подъеме. На скейте Дейли Бруса два раза я прошел. Ну ладно, хорошо. Тогда может быть тур для настоящих ценителей? Тур по музеям России? Да я во всех музеях России был. Музей говядины в Рыбинске. Музей пластмассы в Гусь-Крустальном. Музей Налича в Галиче. Музей Гоголя в Чехове. Музей Сталина в Ульяновске. Музей Владивостока в Калининграде. Музей Негров в Белгороде. Музей Паркета в Коврове я был. Музей Макроме в Костроме. Музей современных технологий в Мамонтово. Музей дальнозоркости в Минусинске. Музей грехопадения в Невиномысске. Музей томатного сока в Минеральных водах. Музей холодных замков в Горячем ключе. Музей физики в Химках. Музей пива в Воткинске. Музей царей в Королеве. Музей королей в Царицыно. Музей тишины в Ворске. Музей Ора в Тихвине. Я был в Музее доброты в Грозном. Я был в Музее шоколада в Глазове. Ну я не знаю, может быть тогда что-то актуальное. Вот у нас есть, например, в Петербург можно съездить. В этом году там празднуется 350-летие Петру Первому. Да я только что оттуда приехал сразу самолёту к вам. Хорошо, у нас огромная страна, везде где-то что-то празднуется. Мы обязательно вам что-то подберём. Да я был на всех днях, я побывал на всех праздниках. День сладкой воды в Кисловодске. День пилотки в Будённовске. День матери в Отцовске. День Дубая на Донбайе. День бритья в Ловне я был. Я на всех днях был, на всех праздниках. Фестиваль лосося в Судаке. Фестиваль Робин Гуда в Великих Луках. Неделя высокой моды в Нижнем Тагиле. Праздник псов в Пскове. Я был на ярмарке Чихуахо в Бачкой Мартане. Я был на слёте сатанистов в Архангельске. Удивите меня. Я не знаю, может быть тогда что-то совсем на грани. Может быть наркотрипы? Интересно. Но я все их прошёл. Дым в Надыбе. Расколбас в Лангипасе. Накуристь в Курильске. Догонись в Дагомысе. Кричи в Керчи. Убейся в Воскресенске. Тур по кокаиновому кольцу России. Это где такое? Это в Москве садовая называется. Ну что ж, тогда нефритовый козырь нашего турагентства. Так. Секс-тур. Я взрослый человек, я все секс-туры прошёл. Восьмерячок в Семикаракорске. Шестерячок в Пятигорске. Анонизм в Двуреченске. Оргия в Орле. Оргия с Орлом в Орле. Ух ты, вух ты. Туде-сюде в Улан-уде. А? Я все секс-туры прошёл. Даже многие основал. Ладно, хорошо, тогда жемчужина нашего туристического предложения. Трёхмесячный пеший тур по Дикой Сибири. Прекрасно, я был в Сибири. Я жил в Сибири. Я горел в бару, я тонул в болоте, я дрался с медведями. Я ел с лосями, я срал с рысями, я жил с козами, я спал с лисами. Я ничего не делал с ленивцами. Я прятался от кротов, я отдалбливался от дятлов, я отсасывался от комаров. Я отпёрдывался от скунцев, я отлизывался от куниц. Я отползывался от червей, я отмазывался от слизняков. Я оттыкинулся от яков. Я отбивался от петухов. Но это еще в Москве было. Удиви меня, гнида! Слушайте, ну, я вас выслушал, и я, кажется, знаю место, в котором вы не были. Ну-ка. Вы не были в космосе. Че? Да, сейчас очень сильно размевается космический туризм. Я вас умоляю, послушайте, у нас в России нет таких технологий, чтобы отправлять туристов в космос. С тому же я скажу вам так. Если честно, космос не моя тема. Ну, я даже не знаю, чем вам помочь, господин Рогозин. Да я уже понял. Ну, хоть в какую-нибудь звукосописывающую студию меня отрядите, чтобы я хоть наконец-то альбом записал свой музыкальный. Слушайте, это не мой профиль, конечно, но я вам помогу. Пойдем. Слушайте, у меня там баррель. Зажмите, пожалуйста. А на бэк-бокале отработайте. Спасибо. Если честно, мы уже давно с ними распрощались, но нет, они снова здесь. USB. Здорово! Йоу-йоу-йоу-йоу! Всем привет! Дайте шуму, котятки! USB здесь, здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин. Вас приветствуют люди, которые купили доллары по 120. Потом на эти доллары купили биткоины по 60 тысяч долларов. И в итоге мы взяли марафон Елены Блиновской. Расширение финансового сознания. Держись, вселенная, мы идем к тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, че мы вышли? Мы полгода, значит, просто так не сидели, да, сложа руки. Воспользовались моментом. И нихрена не делали. Да, Турбо шутит. На самом деле мы эти полгода снимали новые проекты для ТНТ. И сейчас мы вам покажем их анонсы. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ В новом сезоне от группы USB вы увидите. Осенью этого года группа USB покинет страну. В это непростое финансовое время мы решили, что больше не можем оставаться в нашей любимой стране. Мы покидаем Турцию и возвращаемся обратно в Россию. Эй, шайтаны, вы за калья не рассчитали? Группа USB проберется в пустующий замок одной российской звездной пары. Тихо! Здесь что-то есть! Я хочу королем быть всегда! Я всегда быть хочу! Ой, боже, кто здесь? Коля Басков! Это ты? Сереженька Лазарев! Это ты? Дима Пилан! Это что, ты? Да, вы дамушка, это ты! Ты что ли? Слушайте, может, пойдем отсюда? Да подожди, давай всех наслушаем. USB презентует новое мобильное приложение. Многие бренды ушли с российского рынка, а совершать привычные покупки, ой, как хочется! USB App Smart Store представляет сервис по покупке товаров, ушедших с российского рынка «Знакомый казах». Скачай наше приложение, выбери знакомого казаха, и он купит тебе все, что нужно. Алло, брат, этот подходит, покупаю, нет проблем. Заверните этот. Для удобства покупки одежды мы подберем знакомого казаха вашего размера. Рубашка идеально села, брат. Как только знакомый казах купит нужный товар, он сразу отправит его вам. Нет, брат, твой PlayStation еще не пришел. Как только придет, сразу отправлю. Думаю, через неделю пройду, ой, пройдет, ой, пройдет. Через неделю, брат, отправлю. «Знакомый казах» каждому россиянину. USB снимут рекламу новых товаров, которые уже скоро появятся на европейском рынке. Истинное сокровище только для обеспеченных людей. Бензо. Для него и для нее. Бензо. Роскошь для средства передвижения. Николь Кидман, Роберт Дауни-младший, Анжелина Джоли заявляют, что питаться насекомыми – это прекрасно. Тем более сейчас, когда мясо в Европе стало таким дорогим. Представляем новый европейский фастфуд «Носикомбургер Кинг». Закажи комбо-обед. Шесть тараконагетсов, сочный хрустящий саранчизбургер и большая клопа кола. «Носикомбургер Кинг». Замари червячка. USB снимут новейшее шоу для телеканала ТНТ. От создателей шоу «Звезды в Африке». Привет, с вами Михаил Галустян и Ольга Бузова. Мы приветствуем всех зрителей ТНТ на новом шоу «Звезды в Арктике». Мы прибыли сюда на ледоколе «Князь Ленин», чтобы выяснить, как далеко мы готовы зайти ради рекордно низких рейтингов. Никто из звезд не согласился участвовать в этом, поэтому наши участники – Стас Ярушин, Айза, Вика Боня, какая-то эскортница, кто-то из ТикТок и Митя Фомин. Сегодня в выпуске. Митя Фомин впервые в жизни лизнет куницу. Сможет ли Айза удержаться и не выложить свой бесец в Инстаграм? Что весит больше – тюлень или губы Бонни? Чьи яйца высидит Алена Водонаева? Сможет ли Вячеслав Малафеев защитить свои ворота от Митя Фомина? Сможет ли Андрей Гайдулян залезть на карликовую березу и примут ли его пингвины в свою стаю? Кто дойдет до финала? А кому повезет вылететь уже сегодня? Звезды в Арктике. Смотрите новый сезон Comedy Club вместе с группой USB. На сцене Катя Шкуро и Гарри Карлова. Ситуация простая. Москва, кафе. О, Викуча, привет. Пришла уже. Привет, Вить. Да, слушай, а че мы не как обычно в Пушкин, Марио или Море? Че мы в этой бичовне сидим? Даже официантов нет, и нужно иду в какую-то вон телегу набирать. Да это я. Ну, что ближе было. Ну, главное же не где ты, а с кем ты, правильно? Блин, так приятно, что ты читаешь мой инстаграм. Ну, а то, конечно. Конечно. Блин, Витюша, а ты, ну, че пропал? Так-то скоро за квартирку платить надо. Айфончик новенький выходит. И в Дубае сезон начинается. Скучал, в общем, да? Ну, конечно, котик. Просто, ну, пойми правильно, ты сейчас в таком возрасте, ну, мало ли, может, ты сдох. Ну, или ты со своей тусишь, которая у тебя на аватарке там вдали возле дерева стоит. Жена. Вот, да, с ней. Нет, нет, не с ней. Не с ней, не с ней. И не сдох. Хотя лучше бы, конечно, сдох. Дела у меня были, Викусь, дела, дела. Знаешь, что такое дела, Викусь? Дела, знаешь, что такое? Это когда ты куда-то уехал, то он вернулся с таким же хлебалом и ногтями. Дела. Дела. Слыхала я про твои дела, деловой. Я слышала, ты попал в какой-то европейский список? Попал, да. Я, главное, этот список смотрю, вот смотрю на этот список, там одни эти, Ович, Овский, Манн, Берг и я, Кабанов. Шалом, ё-моё! Блин, вообще молодец, звучит очень дорого. Ну, давай поедем, отметим, там, по старинке в ЦУМ, потом ко мне. Не, Викусь, давай без ЦУМа. А в смысле без зайти? Чё, шмара какая-то? Так, Виктор Сергеевич, давай в двух словах, что случилось? Именно в двух хочешь? Ну, хорошо. Персональные санкции. Как тебе? Замороженные активы. Арестовали яхту в Гомосеке, но тут в двух не получилось. Так вышло. Подожди, яхту? Да, да, арестовали мою Венеру Милоскую. Я её в честь себя назвал за умение делать всё без рук. Ещё и виллу в Барселоне арестовали. Офигеть, Вить, чё, всё так плохо, да? Да нет, всё нормально, Викусик, да что ты, всё хорошо, что ты. Просто как бы тискать, Викусик, знаешь чё? Нам надо с тобой как-то, ну, знаешь что, немножечко подужаться. Подужаться. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, пока пояса подзатянуть. Не вот эти вот из суммы твои, а обычные пояса. Чуть-чуть подзатянуть надо. Ну, как бы спуститься с небес на Свиблова немножечко. Немножечко. Ну, немножечко. Скажем так, квартиру купить не, ну, где-нибудь подальше, по Тверскому бульвару. В Твери где-нибудь купить квартиру. Допустим. Как тебе? О, и ещё. Давай я теперь тебе не 500 тысяч в месяц буду платить, а, допустим, вообще не буду платить. Как тебе? Ты чё? А жить я на что буду? Ну, вопрос, конечно, правильный, но... Наверное, это прозвучит как дичь. Но, может быть, ты себе работу найдёшь? Вот, вот ты кто? Вика. Нет, 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 я... В смысле, где ты училась? У Элеоноры. Да нет, подожди. Я говорю, ты... Ты... После школы ты куда пошла? Рассвет встречать. Да что ты говоришь? В дипломе у тебя что написано? Да не помню, я не хочу работать, ты не понимаешь? Да очень зря. Так, Вить, подожди. Ты хочешь, чтобы я пошла на работу? Да. И деньги ты мне давать не будешь? Нет. А трахаться мы будем так же? Конечно, за это не переживай. Подожди, Витюш. Так ты мне тогда нафиг нужен? Ну, подожди, нет, подожди, подожди. Не кричись. Не руби сук, на котором периодически сидишь. Вика, подожди. Подожди. Как бы тебе объяснить-то? Давай, знаешь что? Давай трахаться в долг. В смысле? Ну как, ну, в долг. Как белорусы, только я отдам. Ну ты же меня знаешь, я обязательно что-нибудь придумаю. Просто я не могу думать на голодный член. Викачь, ну, хочешь, мы оформим все это официально. Назовем это трахотека. Я лучше кого-нибудь другого тогда найду. Ой, Атема, али, кого ты найдешь? Ну кого ты найдешь? Наши с тобой отрасли самые пострадавшие. Викачь, ты чего? Вся твоя целевая аудитория в санкциях, помню. Найду. Единственные, кто твои запросы сейчас подтянут, это айтишники. Но им не до тебя. Не до тебя. Они с Росграмом и Рутюбом сажаются. Блин, Вит, ну ты меня тоже правильно пойми. Ты уже не тот, каким я тебя встретила полгода назад. Ты уже не тот молодой, перспективный, 60-летний мужик. Ты вон, старый дед, у тебя волосы в ушах, и ты жрешь стелеги. А, ясно, понятно, 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 ясно. Тогда знаешь что? Сисечки верни. Чего? Сиськи вернула. Сиськи мне вернула. Слушай, я столько в тебя бабок вложил, мне же должен какой-то кэшбэк свалиться. Какие-нибудь бонусы сосима. Должны ж мне прилететь на обратно. Где бы ты была без меня, что бы ты делала? Сидела бы со своем воронеже долбаном, нотки бы, стригла бы в торговом центре, пилила бы, шпокалась бы сутка, чуваком свистла бы за симку. Что бы ты делала без меня? Ты бы гелик один раз в жизни увидела бы, когда он тебя с дороги нафиг сбил с клуманикой в руках. Что бы ты без меня делала? Стояла бы в пухевике, ждала бы расписание автобуса. Ходила бы зимой в перчатках из Black Star Burger. Что бы ты без меня делал? Ты зубы свои вспомни, зубы свои. У тебя зубы были, как у Темниковой, вот эта щель, только через каждый. Посмотри на себя, шмотки мои, сиськи мои, губы мои, руки мои, все тело мое. Я, по сути, сам себя деру. Я так-то вообще не должен у тебя даже разрешение спрашивать. Так, дай. Да пошел ты в свою старую жопу, понял? Я это все заработала своими руками, ногами, иногда каблуками. Вообще-то это тоже работа. Ты когда-нибудь спал со старым вонючим мужиком. А ты думаешь, откуда у меня завод? Ну, правда, был. Вот именно, что был. А сейчас у тебя, кроме твоей перхоти, ни хрена не осталось. Ну-ка, погоди, погоди, подожди. Что, подожди? Ага, заткнись ты. О, ничего, ничего. Все. Да! Да, сука, да! Все, сняли, сняли санкции, сняли санкции. Да что случилось-то? А ну все, а кто говорил, что Витя Кабанов только бухать и нюхать умеет? А Витя Кабанов бухать и нюхать умеет с нужными, сука, людьми? А-ха-ха-ха! А-ха-ха! Все! А что? Сняли санкции? Отца санкции? А-ха-ха! Я теперь не Кабанов, я теперь камбэков. Ясно, и камбэков. Витя Фениксов, е-мое-е! А-ха-ха! Всем куриных питочков за мой счет, или что у вас тут самое дорогое? А-ха-ха! Поздравляю! Пошла в ***! Блин, Заян, а что так грубо? Да нет-нет, я серьезно, я любя, я в хорошем смысле. Так, где у них здесь туалет? Пойдем, поздравишь меня. Блин, ты такой сексуальный, когда богатый. Ну иди сюда, иди сюда. О-о-о-о! О-о-о! Фу! О-о-о! О, хорошо. Фу! Все, биточки куриные отменяйте. В смысле, так, ну, мы же праздновать там санкции отменили. А, ты будешь? Тогда одни оставьте. Хорошо. Все, давай, целую, я пошел, пока. Так, праздновать. Что праздновать? Санкции отменили! А, так это ж я, получается, тебя обманул. Ты, Вик, береги себя на самом деле. Посмотри, ты уже за куриные биточки даешь. Я побежал, а то он метро закрывается. Пока! Гарри Харламов, Катя Шкурок. Всем огромное спасибо! Это был Камеди Клаб. Мы дарим любовь, радость и мир. До следующей недели. Пока! Камеди Клаб. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ